дамы и господа всем привет с вами алекс вы на канале не тормози сегодня мы разберемся стоит ли мечтать о toyota fortuna и так в нашем распоряжении рестайлинговый toyota fortuna новый последний вот сейчас сентябрь конец сентября 2021 года и это самая актуальная модель на данный момент чем эта машина отличается от предыдущей модели отличается новым двигателем объем 2 и 8 литра мощность 200 лошадиных сил против там по моему 180 в предыдущем а 500 ньютон-метров крутящего момента это дизельный двигатель turbo дизель 500 ньютон-метров что нам дает помогает быть уверенным на обгонах то есть машина тянет лучше во всех диапазонах и более стабильно едет машина на бездорожье и снабжена эта машина шестиступенчатым автоматом тут ничего не изменилось все мы сегодня разберемся самое главное подходит ли toyota для бездорожья как fortuna ведет себя в условиях городской какой-то жизни насколько эта машина удобна для повседневного быта все плюсы и минусы которые я выявил этой машине также покажу расскажу поштурмуем внедорожные препятствия погоняем по асфальту на этой машине замерим разгон на какой передачи какая скорость и так далее в общем все что нужно знать если вы хотите купить эту машину или просто не мечтаете я сегодня расскажу погнали первое самое главное внедорожные характеристики был боевой тест-драйв fortuna против патриота нового патриота задней блокировкой максимальной комплектации и машины показали себя одинаково на самом деле это очень круто то есть toyota вот в данном исполнении она и не должна выигрывать полностью мостового внедорожника тот факт что она показала наравне себя говорит о том что не испортил маркетинг вот эту внедорожную составляющую это настоящий полноценный рамный внедорожник без всяких но из такого скажем не сам самого лютого оффроудного вида у этой машины отсутствует только передний жесткий мост и здесь независимая подвеска допустим на тоже патриоте спереди сзади жесткий мост сейчас наверно пожалуй кроме уаза наверное джип и рэнглера никто и не выпускает машины с полностью мостовой конструкции независимая подвеска она в принципе в повседневе удобнее на бездорожье она просто немного слабее чем мост вот и в принципе все отличия подвергать можно форчин артюнингу есть различные тюняшки на эту машину из недостатка идут то на что нужно обратить внимание это если вы съезжаете куда-то на бездорожье или штурмуетесь какую-то глубокую лужу снимайте номер с машины так как он ниже вот этой вот губы его может попросту смыть вот в целом и геометрическая проходимость машины достойная учитывая то что довольно жестко мы испытывали ничего нигде не сломалась не отвалилась не треснула то есть проблем с этим совершенно нету так предлагаю сразу заглянуть что там под капотом докуда на этой машине можно нырять под воду и как там все выглядит капот без газовых упоров довольно тяжелый но машина сама по себе не очень высокая и поднимать его в принципе ну любой любого человека длины рук хватит на патриоте сам допустим достаточно высоко и тяжелее да тут достать под капотка здесь пачкается как мы видим вот я забирал машину здесь было чисто сейчас уже под испачкалась немного фильтр воздушный выходит у нас в крыло то есть вот сюда вот выходит воздухозаборник то есть штурмовать ходом какие-то препятствия можно как все знают джиперы знают или не знают но это факт дизеля боятся воды то есть если в дизельный мотор попадает вода неминуемо выводит из строя двигатель но если много воды падает то есть вы ловите по-русски говоря гидроудар то здесь выходит вот сюда вот воздухозаборник то есть по сути дела вот по вот эту глубину вы можете спокойно штурмовать брод в бытовой жизни глубже чем по колено встретить какую-то лужу ну практически невозможно то есть этого будет достаточно сразу забегая вперед скажу что для покорения абсолютно любых препятствий которые могут встретиться у простого так скажем дачника и деревенского жителя этой машины достаточно не нужно принципе даже ничего тюнинговать но если вы хотите быть более уверены то замените штатные покрышки на от и резину например кстати фирмы максис ссылки на компании 4 4 sports который можно приобрести все всегда есть под нашими роликами этого будет вполне достаточно есть машине задняя жесткая блокировка спереди типа самоблок он добивается имитации блокировок то есть колеса придерживаются колодками машина электронным образом имитирует имитирует имитацию блокировки короче в общем крутится по сути дела все четыре колеса на бездорожье с этим проблем нету высоты машины достаточно для каких-то дорожных препятствий не забывайте это внедорожник все-таки такого городского уже класса то есть это не какой-то лютый да сейчас уже и нет на самом деле машин сейчас даже самые лютые марки которые выпускают самые заряженные джипари уже стали все полу городскими в этом нет ничего страшного дороге дорог все больше бездорожье все меньше поэтому все идет к тому что комфорт и дизайн важнее итак по низам что мы здесь имеем самая здесь низкая точка снизу сбоку это пороге пороге такие немного играющие это плюс то что они довольно сложно их сломать то есть принципе вот я на эти пороги садился ничего не ломается краска с них не облизает не отзирается минус этих порогов они неудобны реально вот на них вставать прям неудобно я не очень понимаю зачем они здесь нужны мне такое ощущение что это просто какой-то дизайн ход ну что внедорожники должны быть пороги дорожник без порогов это не внедорожник но наступать на них я не знаю но вот как надо то есть я так наступаю мне вот сюда не пролезть так наступаю ногу при заходе в машину приходится выворачивать то есть вот этот выступ он где-то три сантиметра то есть фактически порог выступает за пределы кузова автомобиля где-то на три-четыре сантиметра это удобно в том плане что у вас нету дополнительного габарита по бокам и неудобно за счет того что ногу приходится изворачивать как вот многие наверно видели на крутых там разных американских внедорожников частенько ставят такие выкидные пороги которые при открывании двери сами открываются при закрывании двери закрываются то есть вот наверное это связано с этим что чтобы остаться в габарите автомобиля маленький будет неудобно делать эти откидные здесь такой ни в коем случае не говорю что он сюда нужен откидной то есть дополнительные всякие электрические примочки они не идут в плюс на мой взгляд то есть мне кажется внедорожник должен быть предельно просто кстати вот именно по этой причине мне форчина нравится даже больше чем прадик вот конкретно по моему характеру по моим задачам потому что машина проще нету никаких лишних наворотов за которые приходится естественно платить разница в цене там даже более миллиона насколько я знаю сейчас в актуальности цены не помню но до этого было около миллиона разница между прада и форчина сейчас я думаю то же самое к слову говоря вот эта машина в богатой комплектации уже приближается к четырем три с лишним миллиона стоит данный форчина заходите на сайт toyota посмотрите там есть все актуальные цены так дальше по бездорожью задний свет здесь в принципе все классично ну с точки зрения что большой багажник естественно есть вес подслащает немного этот весь вопрос то что сзади снизу запаска и эта запаска она не дает вам оставить где-то бампер то есть на уазе допустим запаска сзади здесь запаска снизу и на уазе допустим приходится ставить какие дополнительные защиты бампера бампер голый здесь бампер под под защитой запаски это как бы плюс то что если вы где-то падаете бампер в этом не оставляется минус то что запаска снизу если вы падаете где-то жопа его спускает при этом колесо достать запаску возможности у вас не будет вот по сравнению с обычными легковушками но может быть небольшой плюс что не нужно там вытаскивать весь багажник когда запаска в подполе то есть здесь можно все не доставать так в целом по геометрической проходимости это ну такой хороший настоящий внедорожник можно ли втануть если у вас есть желание и так далее так предлагаю сразу раз уж мы сюда пришли заглянуть багажник электрический привод сделали бы они еще электрическое опускание поднимания запаски чтобы не крутить вот эту штуку форчунер идет в семиместном исполнении когда задние сиденья сложены подойди сюда поближе когда задние сиденья сложено место довольно много то есть принципе они вот может показаться что съедают здесь какое-то пространство но в принципе они висят над вот этими колесными арками и решение довольно удобная с точки зрения если бы они были здесь они больше сильно съедали высоту и у вас бы был бы широкий но очень низкий багажник то есть никакую там стиральную машинку большую какую-то штумбу еще что-то сюда не закорячить здесь я уверен их можно отсюда снять полностью убрать они вам не нужны раскладываются они очень просто принципе никаких там электро гидро пневмо супер спец систем здесь нету все делается вручную опять таки что меня допустим радует ведь любой настоящий джипер он никогда не поленится поработать руками вот так вот они раскладываются место при равномерном регулировании сиденья то есть центральный ряд также двигается если его немного подвинуть вперед в принципе трое взрослых людей друг за другом садятся то здесь регулируется спинка дети сюда садятся легко детское кресло сюда помещается проверяли все отлично сзади здесь есть прикуриватель есть свет есть свои дефлекторы обдува сзади ремни естественно ручки даже есть многие машины зажопливают поставить эти ручки даже у водителя здесь они есть сзади с двух сторон 6 ручек здесь то есть все вот в этом плане прям не экономит высоко довольно поднимается подголовник собственно гряд максимально до уровня стекла как вот его закрываешь максимум при этом остается в принципе неплохого размера багажник наверное сами сопоставимой с багажником него chevrolet по размеру то есть несколько сумок если вы опустите второе сиденье это я максимально практически откинул спинки назад если опустите два сиденья то есть место останется несколько каких-то больших пакетов сумок и ином есть куда поставить зачастую всеми местных машинах место не остается совсем при разложенном заднем ряду здесь немного есть то есть эксплуатировать машину возможно по качеству исполнения в принципе все сделано довольно качественно ну-ка посмотрим чего нас замыкана а вот там домкрат у нас есть ключи всякие разные все пластмассовая довольно такой крепенькая вот все собралось то есть принципе исполнения пластиковых деталей ну достойную то есть здесь видно что не экономит видно что машина такого качественно премиального сегмента то есть ничего нигде не болтается как вот зачастую бывает заканчивается вот этот потолок руку можно засунуть туда и так далее то здесь все крепится все надежно если какие-то амортизаторы то они все крепкие все резиночки ничего не рвется к слову говоря на данной машине пробег тридцать тысяч километров эта тачка эксплуатируется блогерами блогеры как вы знаете ездят на все деньги в основном и ездят как на угланы поэтому но это то что она прожила три стычки литров это круто ну на самом деле но убой когда машина эксплуатируется это внушительный показатель а высоты крышки когда вы зайдете под нее достаточно в момент захода немного не хватает но нормально может чуть лифтануть и будет как раз то есть от дождя спрятаться получится трансформация салона простая каких-то спецнавыков не нужно девушка с этим справится просто да даже ребенок с этим справится просто к слову говоря для эксплуатации женским полом машина вполне подходит то есть обзорность хорошая управляемость легкая какого-то ощущение что вы едете на каком-то грузовике нету то есть есть полноценное ощущение кроссовера универсала то есть любой машины но вот именно на дороге но не какого-то гигантского внедорожника что на мой взгляд очень удобно что чувствуется хорошо габариты нету какого-то дополнительного страха в управлении данным автомобилем и так предлагаю поехать на бездорожье там попутно рассмотрим салон так пока едем попутно расскажу об эргономике подвески энергоемкость очень хорошая то есть можно с разгону проехать незаметив лежачий полицейский что-то в этом роде не переживать за это но попутно вы получается довольно жесткую работу подвески с мелкими препятствиями то есть если какая-то есть рябь рельсы и так далее то есть подвеска отрабатывает так довольно дубовинка но зато тяжелый внедорожник едет довольно уверенно по очень сильно разбитой дороге если ехать быстро плюсом не кренятся практически в поворотах то есть очень четко стоит машина жесткость руля зависит от скорости то есть когда вы стоите на месте он прям тяжелый когда едете он становится намного мягче и легче надо привыкнуть к этому то есть поначалу может показаться туговато что он крутится но не пугайтесь все нормально подвеска здесь полностью пружинная спереди и сзади привод по умолчанию идет задней можно вручную подключить жестко полный то есть автоматического полного нет вот на мой взгляд вот это вот небольшое упущение потому что на скользкой дороге управлять внедорожником на заднем приводе без автоматически подключаем у полного сложновато то есть особенно в зимних условиях особенно условиях плохих дорог то есть нужно самому постоянно подключать у многих конкурентов например у митсубиси и так далее у них есть полный привод но автоматически здесь этого нету под паркетники в раф 4 у тойота есть такая опция в прадо есть такая опция форчера здесь нету к сожалению меня допустим это не пугает но менее опытных пилотов может это оттолкнуть так сейчас мы на накачанных колесах попробуем попреодолевать геометрические препятствия и посмотрим на хода подвески возможности машины на бездорожье но на рессорной подвески ход будет больше то есть когда ведут такие как рессоры из кто не знает такие полоски как на грузовых машинах но здесь больше комфорта поем с той стороны посмотрим на отбой колесо уходит довольно глубоко то есть в принципе вот преодолеть даже такую кочку на которой машина уже на грани фактически уже переворота стоит потому что ну вот можно я могу руками туда-сюда качать то есть машина но висит то есть я вот принципе одной рукой качаю двухтонный внедорожник кстати весит 2 с 2 в стопом или 2 200 то есть машина висит порог как вы видите целый хотя и вот сейчас вот прикладывается им уже и так сейчас в режиме просто полного привода попробую заехать посмотрим сможет ли забраться анти пробокс задушил вот щелкает машина на передаче выше тем самым закапывается попробуем в ручном режиме я думаю в ручном должно быть поинтереснее нам нужна просто первая немного все равно срабатывает анти пробокс как-то не дает полностью развязаться так сейчас включу заднюю блокировку а сейчас кручу пониженную и заднюю блокировку сразу речь и стала работать трансмиссия поползла как видите вот на прямой передаче машина не шла на пониженный тут же и с блоком сразу дело стало лучше по нижней передаче здесь влияет на работу имитация блокировок то есть более интенсивно работают выше естественно раскручивается двигатель быстрее потому что легче отключается обе с сейчас машина делает блокировка несколько стаскивает заднюю часть нужно быть с этим аккуратно при включенной блокировки задние колеса крутится одновременно оба они как обычно когда одному проще той крутится итак что я собственно говоря этим хотел показать первое то что нек там греется коробка там за как вот на современных частом паркетниках там какие муфты фигуфты там все это что-то отъезжает перегревается машина встает аварийный режим здесь все кайф работает ездит рубиться можно сколько вашей душе угодно ну и насколько вам не жалко собственно говоря машину то есть сама машина ничего не прекратит никакого так скажем ограничитель вам давать не будет будете ездить там где хотите как хотите второе это настоящий полноценный внедорожник и вот как показала последний этот заход испытания что нужно найти правильную траекторию правильно правильно нажать там на газ нужный момент выбрать правильный там режим трансмиссии то есть прямую или пониженную с блокировкой без блокировки и машина способна даже на накачанных шоссейных штатных колесах забираться в принципе в такие триальные достаточно горки то есть на стоковом внедорожнике сюда мало мало какой стоковый внедорожник может туда зайти здесь повторюсь этому способствует 200 сильный двигатель с пол тысячи крутящего момента полтысячи ньютон метров и довольно грамотно раскиданы первой передачи то есть понижение прям очень хорошо там первая вторая отрабатывает третью иногда даже включает кайф то есть сюда забрался сложнее но здесь нету горок то есть сложнее уже машина будет утыкаться мордой кстати если планируете активно использовать машины на бездорожье рекомендую защитить новая радиаторная решетка и довольно такие здесь реденькие вот эти вот соты я бы порекомендовал туда вставить какую-то защитную сетку периодически естественно чистить на а в противном случае если вы будете ездить по допустим высокой траве там кустам и так далее у вас будут забиваться туда листья трава пух и всякая мошкара и будет это все препятствовать качественному охлаждению для городской суеты и дачная деревенская этого не нужно это именно если машина вы планируете серьезно подготовлю под бездорожье а форчинер способен поэтому здесь я думаю все понятно все ясно хода подвески хорошие при должном пилотаже машина может заехать абсолютно куда угодно предлагаю поехать на асфальт посмотреть что же то по удобству каждодневной эксплуатации ручки удобные хромированные кайфовые дверь достаточно тяжелая фиксируется хорошо то есть под наклоном не закрывается открывается но на достаточный угол можно больше но мне этого достаточно то есть проем позволяет садится опять кино порог не очень удобен как я уже говорил и я у меня ноги длинные роста метр девяносто я могу так прям туда садится то есть принципе меняет не напрягает по посадке за рулем место много электро к слову говоря сиденья в нашей комплектации ездят вверх вниз наклоняются спинка регулирует все электронные пассажирская также сиденья электро под очень большого роста людей машина подходит это кстати вот наше время встречи не всегда то есть я даже с ростом метр девяносто вот так но далековато то есть я прям подвигаюсь поближе что было комфортно регулировки диапазонов руля большие прям серьезные то есть машина рассчитана под полных и высоких людей также и под невысоких людей любого целосложения рассчитана машины здесь можете даже не сомневаться а единственное что не очень много места это в ширину то есть достаточно такая интенсивная боковая поддержка машина в принципе довольно компактного в ширину размера и какого-то безумного запаса вширь нету вперед есть вот эргономика отличная мне вот этим и нравится форчина что здесь минимум каких-то там буржуйских наворотов и в принципе все понятно кнопки все на своем месте ничего такого здесь прям заоблачного нету долго рассказывать не буду приходите в салон сядьте посмотрите здесь на вкус и цвет как говорится я единственные два момента могу ответить и отметить мне нравятся отдельные вот эти часики прямо кайфую как вот в раньше в епошках старых были которые вот здесь вот установлены показывают время очень удобно мне это прям очень симпатизирует настроить их можно очень просто есть две кнопочки которые можете их настраивать потому что в любой ну более более так скажем навороченной машине современной зачастую это делается через магнитолу и прям нужно реально ну изучить кучу форму для того чтобы разобраться что к чему руль удобный комфортный сверху такая деревяшка сделана обзорность машины хорошая есть ручки страха вот здесь вот сбоку всякие зеркальца со светом то есть все что хотите есть вот как мы раньше называли под хренник он же под очистник чуть-чуть перемудрились здесь со светом нельзя просто этот свет включить при закрытых дверях то есть а дверь открыта он включается дверь закрытым выключится нужно будет отдельно вот этим включать вот пищит сейчас машина вот немножко вот вот чё вот ему надо вот открыта дверь ну и что но я сижу зачем пищать вот но есть такие моментики но машина все-таки довольно технологичная поэтому какие-то так скажем ну а за остаются немножко непонятными вот как вот нынешний писк я никуда не еду просто сижу все заглушено зачем это напишет не монет но минимум таких вещей то все в этом плане класс а из кстати таких мелких побочек очень громко брякающая педаль тормоза то есть я его отпускаю такой звук она издает я за туалет уже под это подразносилась машина то ли так и должно быть громковато как то так здесь сразу покажу обогрев руля обогрев передних двух сидений там есть обогрев задних сидений есть юсб разъем есть прикуриватель в принципе и спут помощь при спуске ну-ка сколько машина может идти на пониженной передачи посмотрим так вот 6 пониженная ой блин так она бодро едет прям страшно местами становится не знаю не на пониженной на этот не разогнаться так очень нет по не на пониженном не разогнаться довольно длинные передачи 6 здесь длинная так предполагаю переключать режимы нужно в режиме нейтрали то есть включается нейтраль ждете выключается дальше есть есть ручной режим есть подрулевые лепестки здесь самое главное что можно ограничить посмотрим насколько честно можно ограничить вот сейчас первое выйдем ли мы в отсечку будет ли она переключать нет держит то есть в ручном режиме если вы ограничили передачу она будет держать то есть это честный настоящий такой ручной режим включаем задний привод с полного на задний можно переключаться на ходу то есть для этого даже не обязательно останавливаться зачастую переключаются именно при каких-то обгонах на скорой дороге и так далее то есть когда нужно обогнать допустим куда грузовик дорога заснеженная паровозная тяга есть то есть присутствует такое прям ощущение что вы что машина может все динамика разгона не ослабляется то есть в процессе разгона машина продолжает ехать 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 то есть нет такого вот как на бензиновых моторах особенно на мало мощных бензиновых моторах когда машина в каких-то диапазонах едет то есть если вы в этот диапазон не вписались скажем на обгоне дальше уже разгоняться быстро не получится здесь с этим все отлично вот сейчас 60 разгонимся до 100 есть эко нормал и спорт режим так нам нужно допустим резко ускориться нажимаем не надо не включать дополнительные штуки все 100 то есть одним броском посвистывает сверху крепление рейлинги и дополнительное крепление под велосипед на это внимание обращать то есть одним скачком машина разгоняться динамики за глаза достаточно заявляют 10 секунд сейчас конечно же это проверим в городе я за 10 дней эксплуатации почти тысяч километров проехал на машине в городских условиях не ощутил какого-то недостатка то есть все окей все хорошо а рулится именно вот как от курсовая устойчивость у машины отлично на мой взгляд по сравнению с предыдущими моделями как будто стало пожестче то есть как-то машина меньше стала корениться при на ку при поворотах внушает такое прям ощущение такой капитальной надежности так вот сейчас довольно резкий поворот предлагаю на вот на 70 у него зайти то есть не буду сбрасывать и что-то много встречи это страшно на 60 зашли нормально просто боюсь сзади оператор свалится с камерой но в общем вот 60 км в час прям практически под 90 градусов крутой поворот не наклоняется машина как ранее раньше помню это была тема такая что если внедорожник он должен валиться прямо на поворотах и так все будем пробовать раз два три стартуем секундомер за кадром жму тормоз чуть-чуть газку и тормоз спускаю сотня так это было обычный режим посмотрим спорт режим есть небольшой тот рельеф на дороге поэтому могут чуть-чуть из-за рельефа отличаться показатели так раз два три это спорт режим 100 то есть переключает чуть-чуть не доходя до красной зоны спорт и компону нормальный режим спортивный эконом на мой взгляд сильно не отличаются здесь то есть такое ощущение что просто при спокойной езде на спорте чуть там подольше она тянет передачу на экономе пораньше переключает так далее именно при разгоне вот газ пол режим на мой взгляд ну по моим ощущениям никакой роли не играет так в ручном режиме чуть дальше получается выкручивать но что-то я но надо сейчас маленько по-другому но можно тормозить стать передачей вот как только можно будет подоткнуть первое он напишет точнее напишет подоткнет я нажимаю сейчас нельзя вот первое оба прям 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 тормозит передачи на самом деле для автомата это прям кайф ну то что вот есть такая возможность но в ручном режиме такое специфичное переключение то есть надо привыкнуть не не скорострельно переключает то есть нет того чтобы нажали мгновенно переключение происходит тронуться со второй передачи здесь нельзя на prado помню была такая функция тронуться со второй на бездорожье здесь такой функции нету тишь широк обгоняет все сейчас в ручном режиме прямо в боевом пойду как как смогу замер до 100 в ручном режиме все все максимально четко пойду насколько это возможно 100 третья передача 120 максимум может на 3 так ночью вот такие результаты за кадром и секундомер пролад приложу на мой взгляд вот по ощущениям примерно одинаково ну я вот не чувствую плачей кут разницы разгон быстрый такой сбитый качественный приятный сочный не знаю кого писать то есть равномерные очень легко предугадать возможности автомобиля то есть вы понимаете сколько у вас есть мощности в запасе для повседневной езды это очень удобно кстати при отключении анти пробуксовочной системы горит вот эта штука написано авто lsd это электронная как как язык правильно объяснить электронная имитация блокировки ну и она не имитация блокировки это именно типа типа какая-то электронная там система которая работает как lsd блокировка то есть при старте оба колеса ну как бы нагрузку дает чтобы машина быстро тронулась но это новая штука раньше не было это более продвинутая система нежели имитация блокировки 80 на 6 1500 оборотов 100 на 6 ну почти 2000 расход при такой скорости но где-то литров 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 8 7 8 до 10 не доходит накат машина хороший тяжелая шумоизоляция достойная тихо в какой-то момент даже было ощущение как будто вот что-то вот доделано где-то по шумке но когда вот по кустам где-то едешь по бортам скребутся ветки и слышно шумки нету потому что когда есть доп шумка какая-то в дверях где-то не слышно вот эта трава ветки когда по по корпусу машины идут их не слышно здесь слышно то значит шумка штатная очень тихо то есть для вот повседнева для путешествий к слову говоря отлично подходит машина то есть можно прям хоть на край света на ней в этом плане можете даже не сомневаться обзорность достойная зеркала большие остекление линия довольно низкая то есть в принципе усесться комфортно можно с любым ростом до потолка места хватает на ходу тут всем пользоваться очень удобно навигатор к слову говоря кстати русский то есть можно им прям нормально с ним обращаться магнитола здесь кстати говоря вот это как это не магнитола мультимедийная система здесь уже такая современная нового образца так скажем стоит то есть рестайл уже также обновления коснулись фар то есть они стали такие достаточно классно светится то есть я уж не знаю там диодные или лампочные по-моему диоды скорее всего красиво они светятся в темноте отлично яркие стали поворотники раньше такие были довольно тускленькие то сейчас прям классно ну что друзья вот такой вот обновленный toyota fortuner мне он очень понравился на вопрос покупать или нет однозначно да если у вас хватает на него финансов мне еще копить и копить поэтому я об этой машине для меня toyota пока остается мечтой но я уверен что я дойду до этой цели и когда-нибудь у нас на канале появится что-то подобное в прокачанном виде если у вас остались какие-то вопросы предложения может быть вы с хорошей скидкой можете продать мне toyota пишите все снизу в комментарии ничего не держите в себе может быть где-то я что-то допустил какие-то неточности что-то неправильно сказал или у вас мать свое мнение на мое мнение об этом автомобиле все пишите снизу также если вы владелец toyota fortuner обязательно напишите что вам нравится что не нравится чтобы вы может доделали в этой машине на что обратить внимание при покупке этой машины и так далее в общем ничего не держите себе путь всех ваши мысли все ваши мысли высказывайте в комментариях ставьте лайк под этим роликом если вам нравится обзор вот таких вот машин внедорожников из такого хорошего престижного сегмента также подписывайтесь на этот канал если вы это еще не сделали все самое интересное конечно же впереди с вами был алекс хорошего настроения добра бавра всем чао